Друзья, здравствуйте! Мы находимся в Москве на выставке Акватерм на стенде лидеров отечественного котлостроения компании Zotac. Приятно, что эта компания из Сибири. Со мной рядом Сергей Милицин, представитель компании, который всегда очень красиво и очень много рассказывает о продукции, которую они долгие годы производят, не устают ее модернизировать и делают просто невероятные вещи. Сергей, расскажите зрителям канала Форнакс Кью, что в этом году вы привезли? В этом году привезли в новинах меньше, но я думаю, что так и не такие достаточно ударные. На юге лава, котел с водонаполненным колосником. Начали мы его производить по запросу, рекомендации монтажников на семинаре в Барнауле. И там ребята попросили, что хорошо, что однополный колосник появился в тополе, а вот хотелось бы еще шуровочки. Уголь у нас зульный, нам иногда нужна шуровка, поэтому мы взяли котел тополь ВК и сняли на 5-6 сантиметров. Эти 5-6 сантиметров распределили на объем топки и на больше по объему зульник. И сделали механизм шуровки. Как-то вот сразу приняли, понимали, что механизм шуровки из нержавеющей стали не нужен, потому что при нормальной эксплуатации там нет температуры, которая была бы близка к температуре образования окализа. Но есть такой огненный сэндвич, когда загружают топливо, но не с той же периодичностью очищают зольные ящики. У вас мелкий уголь просыпается в зольник, сверху горит рабочий объем топлива, и у вас получается в заложниках в таком огненном сэндвиче находится неохлаждаемая часть. Поэтому мы решили сделать вот этот механизм шуровки полностью. Здесь получается и вот эти горизонтальные направляющие части, и сама расческа из шестерки, и стенитная сталь нержавеющая ИСИ-321. То есть выезд гарантированно. Не знаю, насколько это маркетинг будет, но на самом деле условия смоделировать, при которых можно было уничтожить вот этот механизм шуровки, мы не получили. Ну то есть это такая продвинутая защита от дурака, когда и не следят за состоянием зольного ящика. Примерно так. Да, сейчас рынок все-таки покупателя, и вот если покупатель тебе скажет, что он прогорел, а ты ему показываешь, а вот мы изучили тепловизором, вот так происходит. Но это сейчас плохо работает. Поэтому лучше перестраховаться и сделать. Конечно, ничего бесплатно не бывает, но разница в цене между вот котлом тополь ВК и лавой небольшая. Стартанул хорошо, как сразу котел. Вот еще раз убеждаю, что такие достаточно простые вещи, они лучше заходят. Когда нет сложных механизмов, когда укротный для чистки. Вот подошел и как-то интуитивно знаешь, что с этим делать. Да, подрузил топливо, здесь почистил, здесь шуровка, колосник плоский водонаполненный, формование идет, трубы бесшовные. Зашел котел, здесь твердотопливных новинок, это, конечно, самая массовая, самая массовая вина. Расскажите, вот почему с каждым годом на стенде компании Zota становится все меньше и меньше бюджетных решений? Решений, которые прям совсем-совсем для обезжиренных клиентов. На самом деле у нас есть новинка. В прошлом году мы сделали котел ГОКС-10. То есть 10 кВт-кетюр. Ну, это достаточно простая конструкция. А Акватерн, это все-таки форум, на котором нужно показывать новинки. Это вот я всегда говорю, болиды Формулы-1, они все не продаются в магазине. Болид Формулы-1, он для того, чтобы показать возможности компании. Здесь мы тоже показываем оборудование, не обязательно провинки. Это может быть котел, который не упускается в доме, но что-то мы интересное сделаем, которое покажет наши возможности. Вот приходят, смотрят, вот это уже другая технология, основание котла, другой станок или что-то получил, там панели гиб, ну, разные вещи. А если ты показал котел Венесей, ну, то вот два года его, три года, пять лет возишь. А игроки рынка одни и те же, но это уже неудобно получается. Вот, поэтому какая-то фишка нужна, поэтому сложнее и сложнее становится. Ну, то есть, идеологически вы понимаете, да, что не хочется возить то, что ты не хотел бы установить себе. Вот примерно так. Сегодня у нас в обзоре маленький кусочек кубы. Котел Zota Kuba. Это новинка, о которой мы сейчас попросим рассказать Сергею Милицыну. Да, последний был такой, что куба, потому что тепло, наверное, понятно. Ну да, очевидно, да. Котел автоматически, мы сейчас вообще любим автоматические котлы. Он работает с углем, работает с билетами. Кто знает нашу линейку, котел Optima. Котла Optima реторта поворотная, она прощает много ошибок в выборе топлива. Здесь реторта не поворотная, то есть на билеты поворотная реторта не нужна. На бурый уголь с невысокой зольностью поворотная реторта также не нужна для нестекающихся сортов пылья. Поэтому этот котел, он идеально подойдет, вот как раз для таких условий. Ну, скажем так, для нашего регионального рынка, для московского он дешевле, чем билет. А если коротко, то мы, ну, как-то, правильно сказать, заигрывать начали с клиентом, да. И клиент подходит, говорит, какая толщина металла. Здесь такая честная шестерка у нас. Подходили, замеряли, уже смотрели. 6 миллиметров толщина стали, 0,9 ГДВС, еще и котельная сталь здесь. Неужели во всем котле? Да, во всем котле. У нас же нет конвективного ряда труб. Когда производители, другие говорят, у нас котел из шестерки, а я вижу трубы 50-я или даже там 48-я труба, а толщина стенки там будет 3-3,5 миллиметра. То есть, ну, ты тогда и говоришь, что у тебя котел из стройки, да. Вот. Но, на самом деле, если вот лично мое мнение спрашивать, то вот это увеличение толщины стенки, оно напоминает донку вооружения. То есть, в принципе, образование окалины в водяной рубашке котла, оно невозможно. Это если представить себе, что ты неправильно с конденсатом используешь котел постоянно год от года, вот толщина стенки, тогда она хороша тем, чтобы он там дольше гнил, что ли, или не что, котел. Ну, в общем, когда мне задают вопрос, а разве толстостенка хуже, я не могу этого ответить. Нет, она не хуже. Если хотите массивное такое, на века, да, ну, пожалуйста, вот 6-миллиметровая водо-наполненная рубашка. Что еще интересного? Вход в бункер выполнен с расширением, то есть, здесь, с точки зрения заклинивания, вопросов никаких не должны появиться. Система стоп-уголь, вот такие шампура, они вставляются вот сюда. Сформировали мы решеточку, и если что-то у нас заклинило, у нас топливо уже не сбрасано. То есть, это в аварийном режиме, можно вручную... В аварийном режиме, да. В аварийном режиме, вот. И этот режим у нас, ну, дай бог, чтобы никогда не использовался, да. Мы называем оснащенным нашим контроллером такой же контроллер у котла Стаханов и у котла Оптима. У котла Стаханов единственная индикация побогаче, индикация тачскрин, сам индикатор. Здесь строчный дисплей. Самая крутая функция нашего контроллера, она, ну, по себестоимости, достаточно дорогая, наверное, самая полезная, это инверторный реверс. Вот сейчас, когда у каждого автоматического котла, практически у каждого есть реверс, важно этот реверс описать. То есть, что такое инверторный реверс? Здесь стоит тиристорное управление, полуповодниковое управление, трёхфазный двигатель. И когда нам нужно обратное вращение по току, мы меняем местами фазы и получаем обратное вращение. Как сделано в подавляющем большинстве других котлов. Там замеряется ток однофазного двигателя, принимается решение на обратное вращение, то есть, ток увеличился, значит, заклинён. И перекидывается с помощью реле, перекидывается полярность, меняется полярность конденсатора, и он начинает обратное вращение. Здесь важно заметить, что если мы одну и ту же мощность двигателя используем однофазного и трёхфазного, то усилие на валу на трёхфазном двигателе будет значительно выше. И, конечно, метод конденсаторного ревеса, он надёжнее, чем метод конденсаторного ревеса. Но всё понятно, рынок он заставляет, он диктует. Возможно, и у нас когда-то появится конденсаторный ревес. Но сегодня важно понимать, что котлы ЭЛИТЭС, ОПТИМА, СТАХАНОВ, у всех котлов единая плата контроллера управления, плата управления, и там реализован инверторный ревес. Инверторный ревес работает с мотором трёхфазным. Вы включили в розеточку котёл одну фазу, дальше мы с помощью инвертора превратили одну фазу в три. При заклинивании котла мы измерили тут, поменяли эти фазы, подали по-другому эти фазы на трёхфазный мотор и начали обратное вращение. И трёхфазный мотор создаёт усилие на валу значительно выше, чем создаёт аналогичной мощности однофазный мотор при подключении через конденсат. Вот такой момент. Никогда мы раньше не говорили об особенностях реверсов, но рынок сейчас такой, когда на мелочах важно сориентироваться покупателям, а это совсем не милость, я бы сказал. Но это и дорого, и я бы сказал, правда, наоборот. Потому что реверс – вещь приятная, полезная, нужная. В каких мощностях будет представлен котёл? До 50 кВт. Я думаю, что дальше мы разобьём эту мощность. Мне кажется, что мощность, потенциал для особенно регионального, нашего регионального рынка до 100 кВт он может. Сегодня, для того, чтобы не было этой внутренней конкуренции, для того, чтобы присмотреться, достаточно, мне кажется, линейку начать до 25-26 кВт, а дальше уже выйти до 50 кВт. Мы привезли, сделали рестайвер котла форта. Новый цвет, новый бункер, углы скоса стали острее, чтобы уголь не зависал. Стало больше вот эта часть для входа топлива. Вероятность зависания ниже. Система 100 кВт, то, что я вам показывал, также на этом котле, она в базе. То есть мы вот сейчас ещё в наличии у нас котлы синие форта продаём систему 100 кВт дополнительно. А сейчас стоимость котла не меняется, но 100 кВт уже вкоррит в базовую комплектацию. Это всегда приятно. Для чего нужен 100 кВт? Если 100 кВт заклинило, поставили, чтобы не выгружать бункер. Всё-таки, если говорить о безопасности, другие несколько механизмов здесь отвечают за пожаробезопасность. Если говорить про пожаробезопасность, то первое, это здесь установлен рабочий датчик температуры, который в случае перегрева шнека проталкивает топливо, горящее в топку. А если у нас отключили питание, мы можем, я бы сказал, должны установить систему охлаждения топливопровода в таком виде. То есть у нас срабатывает вот этот вот капилляр, температура становится выше 97 градусов. Здесь капилляр руководит клапаном, у нас открывается клапан, водичка побежала. Ну вот мы моделировали ситуацию, 2-3 литра достаточно, чтобы температура упала и клапан перекрылся. То есть вот для бытового котла это достаточно. Это устройство поставляется отдельно? Это устройство поставляется отдельно. Вообще, конечно, правильнее было бы его продавать с каждым котлёром. Но тогда бы правильнее было, чтобы его каждый производитель комплектовал. Я считаю, что это очень важно. Мне говорят, ну а зачем нужно? Это угольный котёл, если правильно эксплуатируем. Знаете, зачем нужна подушка безопасности в автомобиле? Да, если вы ездите, то правда. Я никогда в жизни не видел полушку безопасности, надеюсь, что я никогда в жизни её не увидел. Вот, поэтому вы наливаете водичку в ёмкость, платите 10 тысяч за систему безопасности, и это будет ваша подушка безопасности, как в автомобиле. Зота Стаханов за моей спиной. Котёл, который является, пожалуй, знаковой новинкой в год 30-летия компании Зота. Давайте послушаем комментарии Сергея Милицина, коммерческого директора компании Зота, по этому котлу, и поймём, чем же отличается эта версия от предыдущей. Вот здесь такой мы термин применили. Котельное ателье Стаханов. То есть, когда вы покупаете автоматический угольный котёл, мы с вами разговариваем, мы вам объясняем, что нужно купить сейчас или потом оставить для этого габарит. Основное, основные, так скажем, модели этого котельного ателье, это бункер большего объёма. Допустим, стандартный объём бункера для котла 26 киловатт 400 литров. Это стандартный объём бункера. Вот базовая модель. Вы можете купить в 26 киловаттном котлу бункер 800 литров. Хорошо, вы купили бункер 800 литров, вы же хотите автономности. Если вы хотите автономности, то тогда получится, что для бункера 800 литров зольный ящик, хоть он и большой, здесь его нет, потому что механизм золоудаления, вот это всё пространство занимает, этого зольного ящика не хватит. Значит, бункер большего объёма должен пополняться системой золоудаления. Вот оно, вот оно. Это автоматическое золоудаление. 125 литров такой ящик. Наполняться он будет, ну, наверное, бункер А4 вы должны сжечь, для того, чтобы этот ящик наклон... Причём он так здорово уплотняет, трамбует в залом. Здесь у нас типы горелок тоже могут быть праздновая. Это стандартная комплектация. Горелка из аустенитной жаропрочной стали IC310. Горелка лоткового типа. Такой вот рассекатель. Да, тоже интересная вещь. Ну, вещь такая сейчас в каждом котле. Для чего она нужна? Для того, чтобы после того, как у нас топливо сгорело, поднимаются уходящие газы. Есть ещё химнедожог в этом составе. В уходящих газах. И у нас вот это вот устройство, оно работает как дожигатель, как потализатор. Дело в том, что стенки котла, они холодные. Сколько там? 70, 60, 90 градусов. И химический процесс горения они будут тормозить. И нам нужна какая-то перегретая поверхность, где бы горение завершилось. У неё получается двойная функция. И физическое рассечение пламени на потоке, да? Я считаю, что кому-то удобнее, тут же так и объясняют. Главное, чтобы 3-5% КПД. Не нужно переусердствовать и сказать, ребята, всё, в два раза эффективнее котёл стал. Наверное, от 2 до 5% КПД можно поймать. Если вы сделали такую конструкцию, в которой у вас верхняя стенка теплообменника на значительное удаление от горелки, тогда вам вот этот турболизатор, он, собственно говоря, и не нужен. У вас просто этот химический процесс горения произойдёт в объёме. А если приходится расстояние небольшое, тогда вам его поставить нужно. Мне кажется, очевидно, действительно, две функции основные. Это рассечение потоков пламени, приближение их к стенкам водяной рубашки. Ну и действительно, если это устройство накаляется, то оно вполне возможно и участвует именно в дожиге газов, не сгоревших. Участвует. Это такая же роль, как у соботного кирпича в топке котла. Та же самая история. Это чугунная? Это чугунная, да. Это чугунная часть. Она может быть не чугунной, она может быть и стальной толстостенной. Ну просто она израсходуется быстрее, стальной, чем чугунная. Нам главное что-то, материала ёмкая, с высокой температурой. Нам нужна горячая поверхность. Это может быть чугун, это может быть камень, может быть шамот. Но чугун самый недорогой, наверное, вариант. Что-то поменяется в мощностном ряду Стаханово? Ну, в мощностном ряду добавилось. Мы, во-первых, чтобы не было путаницы, немножко отошли от мощностей 15, у нас было 25, сейчас 16, 20, 26. То есть у нас ни одна модель не пересекается с предыдущей комплектацией Стаханово, чтобы переходной период нам пройти безболезненно. Мы прошли безболезненно, и мы продали, вот как бы стартанули с модели, продали намного больше. В полтора раза, по 61% рост был по сравнению с 2020 годом Стаханово. То есть новая модель, она выстроена. То есть, несмотря на то, что прежняя модель, она действительно тоже была флагманская и была востребованной, все-таки новый Стаханово, он дает больше возможностей по удобству пользования, и больше у него, как бы, вариативность моделей из-за... Ну, да, давайте скажем, для чего, ну, почему нужному? Ну, во-первых, там, каждые шесть лет, как автомобильный модельный ряд, да, нужно менять по-взрослому, не просто перекрасить. Золоудаление со старым Стаханом невозможно было продать, золоукомплектовать. Золоудаление это было первое. Второе, возможность установить бункер большего объема на меньшую мощность. Это востребовано. То есть, раньше мы говорили, неудобно же загружать, высокий бункер, но сейчас много есть тех, которые загружают сверху. Хотя он стоит в цоколе, они загрузили сверху. Мы изменили механизм подачи, сделали двухшнековый механизм подачи без наклонного шнека. Тоже есть свои, так сказать, технические нюансы, почему это произошло. А так, вот, инверторный реверс, тачскрин дисплей, все это осталось. У нас будут модернизироваться, модификации какие-то будут. Ну, в принципе, Стаханов стал узнаваемым. Еще важно, это важно не для клиента, наверное, а важно для торговли, что нет теперь правых и левых Стаханов. Стаханов есть универсальный, он рожден правым, а на левом вы можете его перестать. Это важно для торговли. Есть еще один момент по золоудалению. У нас прямо на номенклатурной позиции написано, система, комплект золоудаления, там, Стаханов 26, 16, 20, одинаково, и подписано 380 ствол. Дело в том, что мы для золоудаления используем трехфазный мотор. Трехфазный мотор. Может быть, это не всегда удобно для покупателя, но с точки зрения работоспособности разбивание вот этих стеков важно, чтобы двигатель был трехфазный. В базовом исполнении платы второй инверторный реверс Боливар бы уже не вынес просто. Поэтому был вариант покупать какой-то стандартный штабный инвертор, частотник и ставить сюда, это может клиент и сам сделать. Но подъявляющее большинство покупателей, у того был частный дом, он находит 380 ствол, там всего 370 Ватт нужно подключить. Получается, что мы сюда питание, вот к этой коробке штатной подводим, запитывается двигатель, а управляющий сигнал, управляющий жгут идет в контроллер. И у нас система золоудаления, она управляется вот этим контроллером. То есть у нас по времени, пропорциональное времени работы основного шнека включается двигатель золоудаления. То есть сначала комплексовали, чтобы трехфазный двигатель, но мы же это сделали для клиента в том числе, чтобы легче было организовать защиту тепловую двигателя, чтобы был выше момент, он просто разбивает в пух и прах вот эти вот камни, которые образуются при сжигании. Вот этот черный ящик не может сыграть злую шутку с пользователем, когда он перестанет просто контролировать процесс золоудаления и пропустит момент, когда и этот зольный ящик у него будет полный. Если у него этот зольный ящик будет полный, у нас резерв есть еще здесь. Получается, что подгорелочное пространство начнет заполняться, и он просто увидит, индикатором для него будет являться, как поднимается зола здесь. То есть он просто ее не будет принимать шнет-золоудалительный. Ну, это такой серьезный игрок на рынке. Котел 400 кВт. Линейка двухгорелочных котлов, она у нас начинается с 300 кВт. У нас 300 кВт котел, такая была переходная модель. Мы, ну, в чем переходность ее была? В том, что были мысли сделать однагорелочный такой котел, 300 кВт. То есть этот 400 кВт, он еще не самый большой? Он не самый большой. Вот в таком исполнении, ну, наверное, чуть может быть пониже котел 300 кВт и чуть повыше 500 кВт. Это линейка робот. В этой линейке бункер находится сзади. Можно подключить также механизм золоудаления. И количество горелок 1, 2, 3. Количество горелок и количество контроля. Они работают пока независимо друг от друга. Эти горелки, горелки выполнены из чугуна, наборные с нержавеющим валом. Хорошо работают котел на пилетах. Вот эти трубки, которые вы видите, это трубки дожига вторичного воздуха. И для угля их устанавливать не нужно. Эти трубки устанавливаются на пилеты. Хочу заметить, что интересная деталь есть у котла. Необычная деталь, которая отмечает от моего тренировка котла. Это в зависимости от количества установленных горелок у котла столько же выходов патрубка дымохода. То есть вот у этого котла 2 патрубка дымохода. Для чего мы это сделали? Мы это сделали для того, чтобы можно было установить дымоход 250-й высотой всего 6 метров. То есть сопротивление топки вот такого котла достаточно и высокое. Здесь горизонтальный трубочный теплообменник, который сделан из цельнотянутой трубы. И это позволило нам ограничиться. Это цельнотянутая труба. Такая мощная схема. Чем мощнее котел, тем больше здесь будет дымохода. Мало кто позволяет себе такую роскошь использовать цельнотянутую трубу, особенно в реалиях 2021 года, когда цена на металл увеличилась в несколько раз. Но я вам скажу так, что если какая-то вероятность того, что на такой высокой протяженности в большом количестве потечет котел, это будет проблема. Плюс у цельнотянутой трубы толщина стены выше, чем у электросварной трубы. Поэтому здесь честная мощность, честный теплообменник. Такое исполнение котла используется нами еще и в модульных котельных. То есть мобильные блочные котельные, они удобнее конструируются, когда бункер располняется сзади. Билетная тема. Да, друзья, красноярская, сибирская компания продолжает заигрывать с европейскими потребителями. Мне уже так пилетная тема нравится. И так надоели разговоры о том, что в Красноярске будет природный газ. И я начал говорить, у нас есть природный газ, наш сибирский газ – это пилет. Потому что я физически понимаю, как это работает. То есть мы делаем котлы пилетные, которые хотят стать газовыми котлами. Фактически весь этот для котлов с лактовой горелкой, весь этот функционал есть. Что мы хотим от газового котла? Это запуск автоматически котла. Полный, простой, когда нам тепло не нужно. Потом его перезапускать и все. Единственное, здесь нам надо загружать этот природный газ в твердом виде, в виде пилет. Для меня очень важно в пилетном котле – это возможность пускостоповой работы. То есть я вот интуитивно понимаю, наверное, уже не только интуитивно, что это самый правильный вариант. Вот то, что мы сейчас здесь видим, вот их пускостоповая работа нельзя назвать. Пускостоп нельзя назвать. Здесь используется ретортная горелка. Самые правильные пилетные котлы – это котлы с факельной горелкой. То есть с такой горелкой, где работа может быть в любой момент по заданию контроллера остановлена и возобновлена. Удаленное управление – тот функционал, который есть у электрического котла, газового котла, дистопливного котла. Здесь же вот котел Булат установлен, да, и на нем Булат. Вообще какая оболочка – не очень важно. У меня есть материал, я вам покажу. Тема, которая называется «Скорая пилетная помощь». То есть в чем заключается «Скорая пилетная помощь»? Это специалист выйдет к вам на помощь и ваш условный котел КЧМ превратит в пилетный котел. И там на фотографии разные котлы – тополя, куперы, булаты, даже стропубы, даже стаханов есть, который превращен в пилетный котел. То есть масса всяких фотографий. Вся тишка пилетного тепла в том, что вот здесь у нас туда поступают пилеты, смешиваются с воздухом. Мы создаем ту самую топливно-воздушную смесь, получаем тепло. Нам дожигать ничего абсолютно не нужно. Мы получили уже просто тепло, которое нужно собрать. И вот здесь вот у нас получается котел. Неважно, как он будет сконструирован. Почему Булат? Потому что у Булата здесь вертикальный теплообъемник и очень большая топка. Но это не топка, это, наверное, я бы назвал бункером, да. Вот здесь у нас уголь загружается. Так вот, эта вся поверхность, она начинает работать как теплообъемник. И уходящие газы у такого котла с пилетной горелкой, они не выше 120 градусов. То есть, в принципе, это гроссмейстерский результат для твердотопливного пилетного котла. А функционал горелки, ну, он настолько богатый, что комфорт газового котла вы можете обеспечить. И фишка вот этой горелки в том, что еще она работает с агропилетом. То есть, здесь подвижные колоси. И с агропилетами лучше всего работает именно такая горелка с радикальной очисткой. Вот так правильно. Тут важно еще что. Когда мы говорим про кольцо топлива, сделали хит-парад, да. Самое дорогое дизельное топливо, потом пропан-бутан, потом электричество, потом пилеты. Дальше уже идет уголь. Вот мы берем из автоматических, так скажем, котлов. Вот в моей ситуации угольный котел, хотя киловатт-час формально получается дешевле в разы на угле, не факт, что угольный котел был для меня выгоден. Из-за того, что работа на пилетах пуск-стоповая, для дома с непостоянным проживанием, пилетный котел в итоге может оказаться выгоднее, чем угольный котел автоматически. Здесь нужно просто считать. Потому что вы можете пилетного котла, вот из-за этих режимов пуск-стоп, установить там температуру 10 градусов, и он может просто уходить в сон и два раза включаться по 2 часа в сутки. С угольным котлом такого не произойдет. Вы уголь, вы не можете его остановить, не можете его разжечь. Поэтому нужно постоянно подавать и в какой-то горелке, ретортное, лотковое, там, роторное сжигатель. Поэтому, ну, тут как в медицине, нужно подумать, а что именно для вас приемлемо будет. И вот очень многие вот в таких шорох находятся, и он голову направо-налево повернуть не может, и понять, что для его ситуации пилеты при всей их дороговизне, они могут быть, на самом деле, дешевле. Я уже не говорю про удобство. То есть здесь нужно показания, обратитесь к доктору. Сергей, ну, вновь благодарю вас за исчерпывающую экскурсию по вашему стенду. С каждым годом он становится все совершеннее. Вдумайтесь только, компания, которая на рынке уже 30, 30 лет живет? Да, 30 лет нам было вчера, 15 февраля. Так, поздравляем, сердечно поздравляем. Поэтому приглашаем всех, кто может физически поприсутствовать на этой выставке, обязательно приходите в гости. Мимо этого стенда вы не пройдете. Огромный, красивый, с огромным количеством экспонатов, и просто невероятная толпа завтра здесь будет. Приходите, я надеюсь, будет полезно. Ну что ж, до новых встреч, друзья. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова